Приветствую вас. Сразу хотел бы оговориться, что вы обратились в раздел психологии. И в разделе психологии, как и в любом другом, наверное, научном разделе, нет ничего волшебного, нет никаких чудес, да, есть только работа, и работа над собой. Знаете, какая вещь? Значит, в своем состоянии, в состоянии, ну, может быть, полноты, как вот вам сказал мой коллега, в состоянии прокрастинации, да, вот, вы оказались не просто так. В этом состоянии вас ввели определенные скрипты поведения. Скрипты поведения – это некие сценарные такие образования в поведении каждого человека, которые влияют на него самого. В данном случае речь идет о влиянии на вас. То есть, очевидно, что в вашем, скажем так, поведении, да, очевидно, что ваши модели поведения скрыты, ну, скажем так, скрыто. То, что заставляет вас самой себе вредить. И вот в первую очередь нужно увидеть и понять, что это такое, что это за модели поведения, которые заставляют вам, которые заставляют вас, точнее вас, себе вредить. И когда вы увидите, что эти модели поведения вам вредят, когда вы увидите, откуда они. Когда вы увидите, что именно из-за этого у вас имеют место быть напряжение и, скорее всего, довольно сильное напряжение, вам захочется сделать что? И вот тогда, когда вам это захочется, вы уже будете вместе с психологом, возможно, убирать эти самые негативные сценарии, которые вас привели в это состояние. Ну, конечно, вы не говорите о том, почему у вас избыточный вес, то есть как он у вас образовался, были ли вы там, ну, например, были ли вы всегда такой, такой. Или вы не были всегда такой. Да, то есть если вы всегда такой, то, соответственно, это вам, диетологу нужно для подбора именно, ну, для подбора правильной диеты. Вот. Если же вы стали такой, ну, стали полнее, там, чувствовать, что набираете вес, да, и так далее. Если ситуация такая, то тут, конечно, вам в первую очередь к психологу, конечно, потому что, ну, очевидно, что вы что-то можете, значит, выедать. Очевидно, что вы что-то можете там себе подавлять. Таким образом, ну, очевидно, что вы можете как-то, ну, вытеснять что-то из своего сознания. Таким образом. Вот. Как вам правильно сказала моя коллега, что просто похудеть, вот именно просто похудеть, да, вот просто взять и похудеть, у вас, скорее всего, не получится. Потому что, ну, вы пытались, у вас не получилось, и совершенно логично, что не получится. Больше не получится. То есть больше, чем вот то, что вы делали, у вас не получится. Потому что, опять же, нет, нет четких целей, как бы, нет четких целей, которую бы вы могли бы реализовывать. То есть, непонятно, зачем вам это, ну, непонятно, как вы хотите, ну, например, использовать свой, например, сниженный лишний вес, что вы хотите с ним делать. Непонятно. То есть, нету какой-то вот четкой такой, четко поставленной цели. Поэтому начать вам, вот, ну, что делать, да, я рекомендую именно с этого. Постановки целей. Постановки своих целей. Постановки ваших желаний. Постановки ваших каких-то вариантов того, как вы можете использовать, ну, например, вот свой сниженный вес. Как бы. Ну, вот. Соответственно, это первое, что вам нужно сказать. Далее. Далее. Аналогичная ситуация. А. Касается. Аналогичная история. А. Касается не только, ну, не только, там, вот. Знаете, погудение, да, например, не только. Аналогичная история касается, на самом деле, всего, вообще всего, то есть абсолютно вот всего, что вы делаете. Знаете, какая история, поэтому подумать вам в первую очередь нужно именно о том, как бы вы могли увидеть свои цели, например, свои желания, например, свои потребности, например, как бы вы могли их увидеть, эти потребности, и как бы вы могли, что бы вы могли с ними сделать, например, если вы говорите, что вам лень, да, если вам лень, то зачем тогда вам это делать? Для чего тогда вы хотите заниматься вот тем, чем, ну, тем, чем занимаетесь? Подумайте, зачем вам это? Подумайте, для чего вам это, и я думаю, вам будет, в общем-то, многие вещи. Понятно. Прекрастинация – это внимание. Прекрастинация – это определенная позиция. Да, прекрастинация – это воля. Прекрастинация – это отсутствие массивов, отсутствие целей, отсутствие смыслов. То есть вы словно говорите себе, а зачем, зачем я буду делать, например, ну, вот эти или какие-то другие вещи, да. Вы как бы говорите себе, зачем они мне нужны, для чего они мне нужны. Вот я должна их сделать, да, должна, вроде бы должна, но кому? Вы понимаете, кому я должна? Для чего я должна? Прекрастинация – это складывание на потом тех действий, тех, может быть, дел, тех поступков, тех задач, которые не находят отклика у вас. Т.е. я не делаю этого того или иного, да, я не делаю того или иного, потому что я не вижу в этом смысла. Как бы говорить, как бы говорите вы. Знаете, какая штука? Я не делаю те или иные действия, потому что я не вижу в этом смысла. Поэтому я их не делаю. Вот. Так что, а если бы я увидел смысл? Возможно, я бы сначала это делаю, но для этого мне нужно с одной стороны принять себя, принимать себя, да, как бы, ценить себя. Для этого мне нужно, там, ну, например, не спорить с собой, с тем, что я делаю, не находиться в состоянии постоянного конфликта, опять же, с собой, с самой, ну, самой, с собой. И тогда, в принципе, у меня все будет нормально. Вот. Но, чтобы, чтобы прислушиваться к себе, чтобы прислушиваться к себе, чтобы иметь возможность что-то делать, нужно себя принять, а вы себя, скорее всего, не принимаете. Ну, скорее всего. Я не говорю, что это обязательно так, но, скорее всего, вы себя не принимаете. Вот. И принять, не принять себя, а, ну, может быть, перестать думать, что вы, там, должны что-то, кому-то, вот, перестать руководствоваться своими, значит, голосами в голове, которые у вас есть. Ну, под голосами в голове я подразумеваю те аспекты, которые вас сбивают в состояние. то есть, то, чего вы, вроде бы, как хотите, то, чего вы, вроде как, вроде бы, как желаете, то, что вам, вроде как, нужно. Вот. Но при этом вы постоянно себе это запрещаете. Вот. И, на самом деле, это очень большая проблема для вас. Потому что тот, кто себе постоянно что-то запрещает, да? Вот. Ну, этот человек естествен, но не может быть счастливым. Это естественно. Это нормально. Понимаете? Поэтому об этом, вот, тоже, ну, не так, нужно как-то подумать. И четкие цели. Четкие, четкие цели. Вот. Если есть проблемы со вниманием у вас, например, ну, ну, может быть, может быть такая история, да, что, вот, проблемы с вниманием. Если есть такая проблема, она решается. Она решается достаточно легко, проблемы с вниманием. Тут главное, опять же, усердие, да, работать, да, да, но только если есть проблемы с вниманием. То есть, если вы чувствуете реально, что, ну, например, если вы чувствуете, что постоянно отвлекаетесь, например, на что-то. Вот. 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 Только в этом случае я рекомендую вам поработать на внимание. Вот. А волшебного рецепта нет. Мне кажется, вы это сами понимаете. Значит, публикуя свой вопрос, вы сами понимаете, что нет волшебных рецептов. Если бы они были, то зачем бы тогда нужны были психологи, да, там, врачи, диетологи и так далее. Вот. Я думаю, что вы, вы сами знаете, вы сами знаете, что нет во этого. Не бывает такого, чтобы человек вот взял и сразу получил, да, то, что он хочет. Не бывает. Для этого нужно стараться, для этого нужно что-то делать, для этого нужно усилия. Вот. И вы либо эти усилия прикладываете, либо нет. И если нет, то очень важно понять, что вы будете делать дальше в таком случае, если вы не желаете прикладывать усилия. Потому что если усилия вы прикладывать не желаете, то вам нужно себя принимать. Стараться любить вот такой, какая вы есть. Потому что вы прекрасны сами по себе. Это нужно просто принять. Вот. А если не можете просто, просто принять. Тут нужно обязательно подумать, почему. Что мешает. Ну а точнее, кто. Кто мешает. Это, знаете, всегда кто. Кто. Это всегда кто-то стоит. Какие практически, никогда не бывает что. Да. Практически всегда бывает кто-то. Это мешает вам себя принять. Кто. Но не разбираться. Так, к сожалению, этого не сказать. Вот. Я думаю, можно вам ответить на вопрос именно так. Понимаю, что, скорее всего, вы ждали большего. Вот. Но. Но. Тем не менее. Но. Пока это. Единственное, что можно вам сказать. Тебе информации о себе очень мало. Вы дали. Ну, кроме того, что. Я прочитал ваши вопросы. Другие. Где вы пытались. Где вы спрашиваете. Что вам делать. Как. Себя вести. Там. В разных ситуациях. То есть. Как посудить. Как. Как. Я выгляжу. В статистерапии. Вот. Спрашиваете вы. Вот. То есть. Понятно, что вы с собой недовольны. Вот. Это понятно. Вы с собой недовольны. И вот. Это. Пожалуй. Самое главное. То есть. В основе. Чтобы вы с собой были довольны. Уже. Сейчас. Тогда все получится. Если не будете с собой довольны. Если будете постоянно недовольны с собой. То не будете получать удовольствие от жизни. Не будете замечать. свои какие-то достижения. Не будете замечать какие-то свои. Успехи. Вот. И. Соответственно. Все что вы. Будете делать. Все это. Будет обречено на. Провал. Потому что. Радости. Нет. Удовольствия. Нет. Похвалы. Нет. Чувства. У меня. Что-то. Получается. Да. Если у меня нет. Чувства. Что у меня. Получается. То я. Что. Я. Соответственно. Теряю веру в себя. Тогда. Вот. И. Все. И. Вот. Вам. Опять. По сути. Возвращение. К тому. Что было. Да. То есть. Вот. Вам. По сути. Как будто. Вы. Не работали. И. Не делали. Ничего. Вот. Так. Я думаю. Можно вам ответить на вопросы. На ваши. Надеюсь. Что. Помог. Вам. Вам. Обязательно. Нужно. Выбрать. Себе. Психолога. На нашем. Ресурсе. Работать с ним. Вот. Так оно будет. Эффективнее. Так оно будет. Куда. Менее. Затратным. По. Временным. Ресурсам. По. Прочим. Ресурсам. Вот. И. Вам. Там будет. Легче. Тоже. Я вам. Желаю. Всего доброго. Я вам. Желаю. Правильного. Выбора. Если. Остались. Вопросы. Именно. Ко мне. Пишите. В личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен. Если сделаете его лучше. Желаю вам. Всего. Самого доброго. И. Удачи. 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 Удачи.